здравствуйте значит артем предложил все-таки использовать бочки мне хотелось найти покрышки но сейчас у нас большой кризис да я расскажу сейчас покрышками происходит я просто даже подзабыл и тоже такую это это была радость я думал это велосипедно сейчас мода на такие широкие покрышки в общем я ходил несколько раз и тут по местным проехался на велосипеде сел погнал и на самокате помню еще делал заезды общем покрышек нет и все на меня так косо смотрят люди типа чё ты это какие покрышки ты чё иди отсюда еще наши покрышки решил забрать кто такой кто тебе это позволяет а я не пойму чё за реакция такая просто ну спрашиваю есть ненужные покрышки так подожди подожди так сейчас расскажу потом же я в черкассах начал еще ходить там я гулял гулял с лёха лёха сын и это ну и ходим а покрышек нету новые на стендах там выставляют а старых таких как вот что молоток такой накидано там штук их сотня может быть закидано нету а потом я вспомнил дело в том что знакомые хотел сделать такую но такой цех по перегонки из покрышек дис дистоплива делать там низкого качества он копично получается но его покупают спрос на него есть устойчивый но он не сделал по причине того что уже струб строится огромный на то время строится огромный цех в промзоне в промзоне города я бы я это вспомнил и теперь понятно то есть ездят и все покрышки забирают из был когда-то мусор стало это теперь деньгами и поэтому из покрышек сделать ничего не можем все с из старых запасов нигде валяться не будут надеемся на это хоть какая-то надежда значит так артём предложил использовать вместо покрышек бочки единственный доступный вариант чтобы 12 вроде 11 бочек вот там маленькое отверстие это под трубу по моему я так померил штаны или вроде как это азбоцемент на 11 то ли с половиной то ли что ну на крайний случай выпили в больше надо будет померить я сделал больше на 8 миллиметров сторона один сантиметр это в общем то там 11 с половиной или сколько в общем я на 8 миллиметров добавил 8 миллиметров ну и тут немножко тоже больше сделал видно там карандашом циркулем чертил немножко больше получилось тут край край толще он хуже шел то есть какого но потому что бортик по бортику она плохо шло в общем там лобзиком приходилось ну туго но все таки пластик есть пластик здесь это будет вверх так я померил что ведро в принципе сюда заходит чтобы если что вычерпать до этого нужно будет а залезть ну и так не залезешь так что еду подумал что в принципе этого достаточно почему такое маленькое отверстие сделал они на всю длину как там я попробую да я попробую когда чтобы было ребра жесткости да но не совсем тут принципе сверху она будет торчать где-то сантиметров 20 но это в принципе для снега очень хорошо так что если снег будет саживаться то он не будет течь в середину а для того чтобы сюда по в общем поставить крышку посмотрел и эта крышка на бесец ну какая страшная такая стрёмная получается это из-за того что здесь два отверстия внутрь внутрь какие-то до жесткости в общем тут вплавлялась выплавлялась я подумал что нужно сюда применить эту покрышку здесь вырежется вот я уже начал вырезать прорезать начал это край краешек в общем поверх вот этой вот вот так она будет выглядеть вот так она наденется эта покрышка наденется на ну давай заберем крышку покажем наденется на крышку и на в общем сверху на этот туда защелкнется и под низ пленочка будет ну вот такая наверное черная пленка такого типа она светостойкая будет защищать движение по тыс одной стороны ты только обрежешь чтобы этот эта сторона на бочку будет надевать сторона будет на бочку она перевернется надевается такой будет замок сюда будут заскакивать куры они по любому будут заскакивать если просто будет лежать крышка не и естественно скинут в любом случае или ветром сорвет если она просто будет вот так вот вот просто будет лежать сверху или ветром сорвет сильный Или куры начнут это. А если куры увидят это отверстие, они могут туда упасть. Заскочить, поскользнуться. Зачем это надо? Да и вообще, открыто держать такое не очень. И таким образом, применив эту бочку пластиковую, ее только нужно защитить от света. Обмотать будет черной пленкой и прикопать. Наверное, надену сверху кусок чернопленки, вырежу отверстие и, в общем, прикопаю, чтобы защитить от солнечного света, потому что она разлагается. Мы видели, что эти бочки живут на солнце, но недолго, несколько лет, потом они выцветают, лопают. Да, лопаются вдоль и все, им торба. Так что, в качестве водонагревательных приборов для летнего душа, это не очень хороший вариант. Недолгоиграющая пластинка. Таким образом, освободится четыре покрышки, крупные, и, по-моему, пять мелких покрышек. Ну, это мы не считаем, в принципе. Сразу я подумал, сначала надеть покрышку, потом это сверху, ну, в общем, на трубу, потом сверху поставить эту, но там не получается, из-за того, что вырезано очень много. А на грузовую, оно как раз вот этим бортиком становится там, где диск. В общем, оно как раз вот, вот эти грузовые колеса и такие бочки, они как раз один в один. Все, вместимые? Да. Прямо тын, и все. И уже, ну, вроде как, специально делали, такого же размера. Так что, если у вас, если вы захотите делать второй, этот, второй колодец сливной, ну, в общем, для осветления воды, а первый у вас будет из покрышек, то, в принципе, можно брать такие две бочки, или даже три бочки. Ну, две, думаю, да. часть покрышек снимать сверху, выкапывать рядом яму, вниз укладывать покрышки, а сверху ставить вот такую же бочку для расширения. Ну, если вверх поднимется, водяной столб увеличится, сильнее будет давление на низ, на дно, или, ну, в общем, туда, куда вода уходит. Да, и, соответственно, будет выталкивать. И будет выталкивать. Первое будет выталкивать во вторую и в землю, а во вторую уже будет деваться уже там, и во вторую и в третью, если третью захотите, то уже будет деваться в землю. Так что, такой тоже вариант может быть. Ну, и, собственно, тут я вырезал, тут такой бортик был, И я подумал, что как раз будет и красиво, и легко по этому бортику вырезать. Сначала, как это делается, сначала сверлится отверстие. Вот здесь у меня просверлена, по-моему, девятка сверлом. Но оно не очень красиво выглядит. А вот здесь я просверлил 3,5 миллиметра. То есть дрелькой, а потом лобзиком. Дрелькой сверлится раз-два отверстия. Потом под углом, аккуратненько наклоняете под углом в одну сторону, в другую сторону. Во второе отверстие наклоняете в одну сторону, в другую. И как раз становится лобзик. Лобзик как раз заходит в эти два отверстия. И можно ехать спокойно по кругу. Если вы хотите, чтобы все было идеально, сюда приделывается планка. Просверливается отверстие посередине. И тогда будет идеальный круг. А тот кружок можно будет куда-то применить. Если вам нужен идеальный круг. Так это на этом лобзике был лазерный прицел? Да, его пришлось скрутить, но он такой вообще бестолковый. Он бы тут помог сильно, лазерный прицел. Я сразу скажу, что вот так бочку не режьте. Так вроде проще отрезать. Да, да, много кто режет, кстати. Вот так просто отрезать. Но на самом-то деле... Но потом разваливается, да? Там очень тонкий край. Вот здесь. Покажи вот это место. Вот оно как раз знаковое. Но там точно такой же край может быть очень тонкий. И будет рваться, да? А вот если обрезать по внутренней стороне, вот где ребрышки. Там видно, да? Я где пальцем показываю. Ребрышки такие. Вот по вот этим ребрышкам если резать или внутри чуть-чуть, то получается, что вы режете как раз... Там остается жесткость. И она довольно сильная. Да, тут даже в самом тонком месте все равно толщина приличная. Да, вот я сейчас переверну бочку. Сейчас покажу. Вот. И место склейки дна и борта. Ну, я не знаю, как это называется. В общем, место склейки она довольно толстая получается. Плюс вот этот бортик дополнительный. Полка, да, такая хорошая жесткость. Да, дополнительная полка. И, ну, в общем, его уже так просто не согнули. А вот если... Вот смотри, вот пальцем, да, видно, как оно сгибается. В общем, если бы тут было порезано, то оно ухудляло бы и все. Да. И вот тут, по-моему, самое тонкое место где-то вот посередине. Так обычно бывает. Такие особенности литья. Так что если вы хотите сделать просто две бочки, полубочки из одной, то можно резать посередине. А если вы хотите сделать, чтобы она была качественная бочка и, ну, и вам долго служила, и чтобы сверху еще можно было что-то поставить, такой вот человек мог залезть. Мы даже проверяли, вдвоем залазили два взрослых парня, таких вот крупных, так скажем. Это было под... Нет, сверху на борт вставали, прямо на борт. Это было где-то больше, ну, почти под 200 килограмм, скажем так. И эта бочка выдерживала, в принципе, без проблем. Вот именно вот так вот в трезвый верх. Так что она может служить как грузовой частью. Вот так на нее можно даже ставить грузы. Ну, по крайней мере, 200 килограмм точно можно вставить. Если положить доски, то сюда можно укладывать очень много. Или, как емкость, она будет служить долго. Старайтесь защищать от света такие емкости. Думайте, может, вам тоже куда-то можно что-то как-то где-то пригодится. Если нет лобзика такого, можно пользоваться ручным лобзиком. Ну, в принципе, если вообще ничего нет, можно ножовкой по дереву выпиливать, в принципе, тоже. Тут, наверное, многим будет интересно, можно ли паять как-то в домашних условиях. Это полиэтилен или полипропилен? Ну, оно похоже на полиэтилен, мне трудно сказать. Обратно крышка не встает. Если хотите, чтобы она встала обратно, здесь нужно будет сделать бортики такие, усики, чтобы они выходили. Это можно применять. Но я применяю таким вот образом. Беру пленку. Это маленький просто кусок. Я просто покажу. Накрываю кусок пленки. И резинку надеваю по периметру снаружи. Если это у меня и для вина было, и в общем, и соленье можно хранить таким образом. А уже сверху, чтобы если боитесь мышей, там еще чего-то, что-то может упасть, просто сверху уже тогда две пленки ложите таких вот черных. Резиночка, как раньше делали этот, варенье, закрывали бумажными такими крышками и ниткой завязывали или резинки надевали. А сверху можно вот такую вот крышку, если боитесь там, чтобы что-то упало или еще прогрызло, можно закрывать. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев за рыбой. Это было такое применение бочки. Жалко ее, но тоже емкость хоть будет в земле. Ну тут, наверное, последний лайфхак. Если покупать, мы, кстати, бушными покупали эти бочки. Если покупать, то желательно покупать и те, которые долго на улице не валялись. Да, их видно, потому что они отличаются, значит, более темной снаружи, со всех сторон стороной. Если одна сторона более светлая будет, белесая такая, это будет легко увидеть. С одной стороны белесая, с другой стороны темная. Если так присмотреться, протерли, это не пыль. Значит, это выгорело на солнце. Если выгорело на солнце, старайтесь такие не брать, потому что... Мало ли сколько оно там стояло. Оно может просто лопнуть в один прекрасный момент. Также оно может лопнуть, если выгорело на солнце долгое время, потом постояло с водой. Тогда оно лопнет 100%. Ну, а так я лучше, конечно, воду на зиму... Чтобы не это... Лед не образовывался. Или выбирать воду, или вставлять деревяшки. Ну, там же разные всякие варианты. Так что, применяйте бочки. Делайте себе септики. Это очень важно. И ремонтируйте тоже. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев. За работой смотрите обновления. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok